Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика Спроси Хэппи Насс. В ней я отвечаю на вопросы, которые оставляли вы мне в комментариях под видео и в моем инстаграм, который также называется Хэппи Насс. Для того, чтобы обметать округлую деталь, вам просто необходимо двигаться маленькими отрезками и не торопиться. Заведем плавно ткань к иголке. Хорошо, ткань на месте и теперь мы дадим строчку буквально на несколько стежков и затем чуть-чуть приподнимем лапку и немного повернем ткань. Видите, я совсем чуть-чуть подтягиваю на миллиметр-два, еле заметно. Снова прострочили 2-3 стежка, снова поднимаем, немножко поворачиваем. 2-3 стежка, поднимаем, чуть-чуть поворачиваем, но ни в коем случае не сильно, чтобы у вас не образовалось складок или острых уголков. Все должно быть плавно и округло. При этом следите, чтобы край ткани совпадал с краем вот этой металлической детали. Это означает, что ткань будет срезаться примерно на миллиметр-два, поскольку нож находится чуть левее от этого края. Потом у вас появится уверенность и вы сможете делать это уже непрерывно. Попробуйте прошить на малых оборотах и при этом немного заводите ткань. Самое главное, чтобы край ткани совпадал с краем детали вот в этом месте. На другие места смотреть не нужно. Вот таким образом. Посмотрите, участок, который мы обметали прерыванием, а вот участок, который мы обметали без остановки. Затем доходим до начала строчки и немного строчим поверх, буквально на 5 миллиметров на 1 сантиметр. И теперь выводим ткань. Просто поворачиваем ее. И лишнее отрезаем. Теперь давайте посмотрим, как можно обметать угловатый срез. Угол во внешнюю сторону. Итак, снова следим, чтобы край ткани совпадал с краем детали. Вот мы и подошли к уголку. И теперь будьте очень внимательны и аккуратны. Вам необходимо этот уголок довести до положения под иголкой. Желательно не уводить его дальше. Не торопитесь. Вот, кончик остался прямо под иголкой. Далее поднимаем лапку. Иголку желательно тоже поднять. Поворачиваем на 90 градусов ткань. Подправляем. И аккуратно опускаем лапку. Ну а теперь строчим по прямой. И вот наш уголок обметался непрерывной нитью. Разумеется, вы можете обметать, к примеру, сначала один срез, затем второй. Закрепить хвостики и отрезать нитки. Но можно сделать это и непрерывной нитью. А теперь посмотрим, как обметывать внутренний угол. Здесь происходит очень распространенная ошибка. Приглядитесь и посмотрите, что я делаю не так. Вот что мы получили. Уголок не обметан. И строчка просто отошла и проходит рядом. Если вы смотрели внимательно, то вы видели, что когда я обрабатывала вот этот уголок и проходила мимо него, правило, о котором я только что говорила, край ткани должен совпадать с краем детали, было нарушено. Мой уголок отошел от края детали. И поэтому между ним и иголками, а также ножом, образовалось пространство. И строчка просто не прошла по этому месту. Теперь посмотрим, как можно обметать этот уголок. Такие уголки встречаются на шлицах, на различных деталях. Это очень распространенный вид срезов, поэтому стоит научиться делать это легко и правильно. Строчим немного, не доходя до уголка. Попробуйте таким способом. Вам необходимо дострочить практически до уголка, так, чтобы уголок дошел до края ножа, но при этом не прорезался. Будьте очень аккуратны, не торопитесь. Посмотрите, мой уголок прямо под ножом, но еще не прорезан. Теперь я аккуратно поворачиваю ткань, но не слишком затягиваю ее, потому что в таком случае между уголком и иголками снова будет образовываться пространство. Итак, мы подтягиваем немного ткань, как бы выпрямляя этот уголок и превращая в прямую линию. Посмотрите, здесь образуются небольшие сборки, складки. Ничего страшного, их потом не будет. Правило соблюдается. Край ткани совпадает с краем детали. И мы строчим просто по прямой, не оттягивая ничего влево. И вот наш уголок красивый, аккуратный и обметан на той же ширине стежка. И посмотрим еще один способ обработки внутреннего уголка. Он очень похож на первый. Мы обметываем также, практически доходя до уголка. Уголок находится рядом с лезвием ножа. Мы берем ткань вдоль уголка и как бы закладываем складку. Срез снова превращается в прямую линию. Мы просто обметываем по прямой. Посмотрите, уголок снова получился аккуратным. И ничего лишнего мы не срезали. Но, используя такой способ, вы можете случайно заложить слишком широкую складку. И впоследствии обметать вместе со складкой. Поэтому все-таки лучше пользоваться первым способом. Просто аккуратно подправлять ткань. Для заправки оверлок лучше всего использовать иголки потоньше. Поскольку вы будете обметывать не только костюмные, плотные, толстые ткани. Вы можете обметывать, обрабатывать срезы и шелковые бузы. А если в оверлоке будут толстые иголки, 90 или 100, к примеру. То это приведет к образованию затяжек на вашей ткани. И просто ее испортит. Поэтому лучше всего вставлять тонкие иглы. 70 либо 80. Они подойдут для любых тканей. Ну а если вы обметываете очень толстую ткань. И боитесь, что тонкая и хрупкая 70 игла сломается. То можете менять их. Для изделий из толстых тканей вставлять иглы с большим значением 90-100. А для изделий из более тонких тканей иглы потоньше. Но, разумеется, не забывайте время от времени прощупывать их. Проверять, чтобы они были ровными, прямыми и не поврежденными. Потому что часто на них образуются крючки. Из-за долгого шитья. Или из-за очень толстых тканей. Или неаккуратного обращения. Поэтому почаще их проверяйте, чтобы они не испортили ваши. И это все мои советы и секреты на сегодня. Если у вас появились новые вопросы, то обязательно. Оставляйте их в комментариях под видео. И, возможно, в следующем выпуске вы увидите и услышите на него ответ. Я желаю вам успешного и хорошего дня. До встречи. Пока.